МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с премьер-министром Молдовы Паулом Филиппом заявил об готовности обновить супрацовнество с Молдовой до Узроуни, який сновал у часы Советского Союза. Зараз односены двоих краин развиваются активно, а у тым леку на Узроуни контактов помеж деловыми колами. Договорная база включает амаль 70 документов. По выниках минулого года товарооборот склау больше, как 227 миллионов долларов. Основу беларусского экспорта складают нафтопродукты, тракторы, лесоматериалы, шкловолокно. З Молдовы импортуются товары АПК, так само гипс, диваны и подлоговые покрытия. Высокие технологии станутся одной из ключевых тем на другим з'езде в учёных. Масштабный форум стартовал сегодня в Минску. У первый день делегаты из всех областей, а это больше, как 2500 человек, працуют по 9 секциях. Один из ключевых пунктов на аппаратку дня – проект стратегии развития навуки и технологий до 2040 года. Так само на форуме будут представлены навыковые достижения нашей страны за последние 10 годов. Темчасом, значные подеи в навыковом жизни нашего региона станут открытие Института Конфуции в Гомельском Державном Университете имя Франциска Скарины. Официйная церемония запланована на 20-го Снежня. Приоритетные направления культурно-эдукационного центра – вылучение китайской мовы, академический обмен, распространение культуры и традиций Поднебесной. Нанкинский университет навуки и технологии, який выступил инициаторами-партнером, супрацовничая с Гомельской ВНУ с 95-го года. А сегодня у Гомеля обмерковывают перспективы супрацовничества с российским Магнитогорском, керавництва этого города с официальным визитом на ведвое наш регион. В программе «Сустреча с городскими уладами» и «Ознаемление с предприемствами Гомеля». Подробязности у Олега Сентюрова. Выявление эффективных некерунков супрацовничества минавито так сформулирована основная мета визита у Гомель делегацией Магнитогорска. Метод тем больше актуальный, что сейчас супрацовничество между городами в экономической и гуманитарной сферах практически отсутствует. Подчас «Сустреча у Гарваконкам» и «Огочевеца Личба» сегодня у Дельногога Усёй Челябинской области, на территории, якой находится Магнитогорск, у товарообороте Гомеля складается у всего 1,3%. И тенденции до повеличения гэта пока шик немая. За одного боку причину такого становища можно шукать у отлеглости по межгородами 2260 километров. На автомобиле гэта больше 35 годин у дороги. Разом с тем, сирот партнёров Гомеля, Ёсь и Бош, отдавленные российские регионы, супрацовничество за якими, заявляется значно больше эффективным. Необходно реальное ожидание усталевания контактов, пеш за всё непосредственно помеж субъектами господарения. С гэтой думкой погажаются ободбабаки. 70% из всей продукции идут на экспорт, только 30% для внутреннего потребления. Поэтому Россия, конечно, всегда была главным партнёром. Экономика – это всё-таки главное. Это как поезд, локомотив, который вытягивает всё остальное. Будет это, будут всё остальное приложиться обязательно. Хоть и супрацовничество у гуманитарной сферы сегодня витается так само, у Речте у Гомеля есть сурвёзный науковый сектор, який может не только пропоновать сучастные распроцовки у разных сферах, а ли и выконовать конкретные заказы субъекту господарения Магнитогорска. У Горде развивается больше 50 видов спорта, что дозволяя оказать об реальности проведения суместных турниров. А про чатах у россиян цикавець гуманский опыт по доброупорядкованию городских территорий. У вугули сегодня у России и Беларуси розные модели экономичных относинов и кирование господаршими комплексами, але при наявности ожидания супрацовничать, это не заявляется перешкодой. Первым кроком станет распроцовка рабочего плана установления контактов. Причем уже в ближайший час размова может идти об взаимном укладании инвестиций. Правда, тут необходимо все детально прилечить. В любом случае взаимоотношения могут быть только взаимовыгодными. Они не могут носить односторонний характер. Поэтому я вот так не ставил бы вопрос, кто куда должен инвестировать. В любом случае, даже если кто-то куда-то инвестирует, это делается только на взаимовыгодных условиях. Поэтому эффективность должна быть прежде всего, и эффективность должна быть для обоих территорий. Сустреча в Гомельском Гарлоконкаме завершается обменом подарунками. Магнитогорцы привезли для Мясового музея редкой книги раритетное выдание нарысы по истории Камяню как символ початку больше активного супрацовничества. Олександр Тюров, Игорь Мариченко, телерадокомпания «Гомель». На первый аукцион, который пройдет в 2018 году, фонд «Гомель Аблмайомость» выставил 4 объекта нерухомости с початковой ценой в одну базовую увеличению. 4-го студента можно будет набить трехповерховый цаглянный будинок в Куветковском районе. Одна поверховая будиноклазня в Хойницком районе, а также былый сельский клуб и физкультурно оздоровленный лагерь в Лельшицком районе. Нагадаем, при продаже державной майомости за аукциона с початковой ценой равной одной базовой величине есть обовязковые умовы. А именно витам – увод объекта в эксплуатацию, ожитявление предпринимательской деятельности и створение новых працонных мест. А вот нерухомость, размещенная в Лельшицком районе, может выкористовываться под жилье и ведение уласной господарки при умове реконструкции. Тема открытия уласного бизнеса сегодня обмаркуется в дельнике проекта «Добрый вечер, Гомель» на Беларусь 4. Упромым эфиры прогучать реальные истории и компетентные меркования. Те стало простей открыть свою справу у регионе, чем можно займаться, не региструючи ИП, что такое консалтинговые послуги и социальное предпринимательство. Долучайтесь до разговора и вы. Номер телефона у Гомеля – 34-22-43. До инших тем. У Петриковском районе на пожаре загинул пенсионер. Об мощном задымлении одного из домов увез Цеванюжича поздно в вечере поведомил светка здарения. Подчас тушения пожара у покоя на подлозе воротовальники знайшли тело 61-годового господара дома. Мужина проживал один. Причина у сгорания высветляется. Максима его крыницей стала непотушенная цигарета. Протягиваем выпуск. До Нового года застаются личные тыдни. А это значит, что у работников Пошты самая горячая пора. Колькость посылок или стол в этой дне в несколько раз больше, чем в летние месяцы. При этом сотрудники Пошты поспевают и принимать заявки на подписку. Зараз идти оформление на первой погоде 2018 года. Поспеть выписать газету цей часопис треба до 26-го Снежня. При этом оформить подписку можно як у отделениях Пошты, так и дистанционно. С допомогой интернету, а так само платежно-доведочных терминалов. Достатково навод просто потелефоновать у отделения и запросить поштальона прийти на дом. До того же зараз примаются заявки от батьков на листы и подарунки для детей от Деда Мороза. Оформить заказ можно у любым отделениям. Пошты даем охшимость зарабить новогодний подарунок и тем детям, у которых нема батьков. Можно оформить подписку для деток из детских домов. Причем вы сами выберете, в какой конкретный детский дом и какое издание будет выходить. И можно купить какие-то товары народного потребления для деток. Книжки, игрушки и тоже передать их для конкретного ребенка в конкретный детский дом. Это будет очень приятно. Я думаю, что в рождественские праздники, в новогодние все ждут чудо, все ждут радости. Давайте делать, дарить друг другу добро. Гэтая акция бестерминовая. Оказать поддержку детям с детских домов можно будет и после Нового года. Дарыши до Деда Мороза с допомогой пошты звертаются и сами дети. Як показывая статистика, ему пишут листы на протягу усяго года. А у Снежинские дни поток листов истотно повеличивается. И навод, коли адрес отрымальника не написаны, супрасовенькие пошты усе ровно доставят лист у резиденцию Деда Мороза у Беловежской пушчи. По меж сном и натхнением у картиной галереи Гаурейла Вашенке открылась выстава под такой назвой. Тут представлены рослины у техницы бансай. Гэта уникальное японское мастацтва выросшваня докладной копии дреу у миниатюры. В экспозиции каля 30 живых композиций с приватной коллекцией гамельчанина Дмитрия Вихарова. Вырошиванием карликовых древ он займается 15 годов. У его коллекции китайский клён, адамов яблык, вяз, хвоя, липа и многие иншие рослины. Найстарейшим древом больше, как 10 годов. На думку майстра, головную мастацтвию бансай адлюстровать прыгажой с природы и ей имкнение до выживания навод у самых экстремальных умовах. Эта выставка – это мой уникальный проект, это мой эксперимент. Я впервые в жизни делаю зимнюю выставку. Никто в мире, насколько я знаю, такого ещё не делал. Это была моя мечта. Я читал книги, смотрел вокруг себя, находил в природе подходящие экспонаты, которые уже наталкивали меня на это действие. Я их начинал собирать, изучать и пытаться повторить действия природы, чтобы получить такую коллекцию. Каблевш, отшусь глубинью и шматгранность мастацтва бансай наведвальникам пропоновали погрузиться у атмосферу японской культуры. На открытии экспозиции присутные смогли познайомиться с национальными танцами и кухней краины у заходящего солнца. До того ж, особные владельники билетов на выставу отримали подарунки от картины галереи. Гэты и иншай новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее у эфира «Спортивный агляд» с новинами спорта вас познайомить Максим Савин.